Привет, друзья! Ну вот рисовал, рисовал новую картину, еще не дорисовал, скоро будет. Давайте коллективный разум устроим, подсказывайте. Я-то там пытался волосики вот так сделать, светленькие, и локон упал на губки и закрыл губки. Ну, могу открыть, могу открыть, могу волосики другие сделать. Давайте посмотрите и скажите, коллективный разум учимся совместно создавать, творить, улучшать жизнь, улучшать себя. А сейчас я хочу вам рассказать важное и интересное. Для этого я открою свой конспект. Почему нужно иногда делать конспекты? Потому что вопросов же много, я читаю все вопросы в комментах, пытаюсь ответить, пытаюсь ответить сразу для всех. Но это очень сложно, потому что у каждого свое восприятие в зависимости от того, какая тема для человека актуальная. Поэтому на самом деле там, где внимание, там и сознание. Поэтому сейчас я прочитаю, прочитаю, как я работаю. Я себе записал, как я работаю, чтобы ответить в роликах на какой-то вопрос. Сейчас я открою в себе свой конспект, потому что в голове все не умещается. Это надо иметь определенное состояние такое. Знаете, когда вы одновременно и участник события, и его свидетель, как у меня на картине одной нарисовано, значит, есть теорема Гёделя в математике. Там говорится о том, что, находясь в задаче какой-то, невозможно ее решить. Надо отойти в сторону, посмотреть на нее со стороны. Но эта теорема Гёделя, ее как бы не ассоциируют с разными видами деятельности. Но математик думает, что это для математики. На самом деле это касается всех областей деятельности. Ну, как же мне открыть? Сейчас я открываю. Вот открыл. Значит, да, это очень важно и интересно. Почему? Потому что для того, чтобы... Ну, во-первых, с праздником крещения, извините, я забыл сразу поздравить, Ну, потому что я поздравляю всех всегда со всеми праздниками. Да, и христианскими, и мусульманскими, и иудеев поздравляю, и буддистов поздравляю. Ну, потому что я хочу, чтобы все дружили. Все дружили, чтобы был мир на земле. Да, ну вот дальше. Вопрос, с чего начать, например, мне пишут в комментах. Кто-то пишет, вот у меня дочь, у нее проблемы, у нее была родовая травма, как мне поступить. У нее не согласованы, ну, в координации деятельности, и часто она не может сосредоточиться, или переключается, отвлекается, как ей заниматься в школе. Ну, с чего начать смотреть ваши видео? У вас же много так роликов с разными названиями, там и по философии, и по спорту, и по искусству, и так далее. Ну да, я отвечаю вот так. Начните смотреть сначала с роликов, которые, значит, внутри названия которых есть слово «ликбез». И там наша школа, человек будущего, хомофутурус, много наших участников мне помогают своими советами, делятся опытом, где выходят в зуме все желающие из многих стран, и взрослые, и подростки, и дети выходят. Смотрите эти ролики, там и по часу бывает, и по два, и по три часа, а это бесплатно, там много интересного. Ну, а вот как быть, когда вам что-то говорят, чтобы вы сохраняли ясность ума, чтобы вы все сохраняли, вот этот конспект не писали, и каждый раз себе, как я сейчас написал, потому что очень сложная тема. Ну, это мы тренируемся для этого, в особом нейтральном состоянии. Это когда мы разгружаемся от всех эмоций, от всех страхов, шаблонов мышления, выходим на состояние такое, свободного сознания. Это особое состояние, нулевое состояние, или, иначе говоря, нейтральное состояние. Да. Как коробки передач автомобиля, через которые происходит переключение скоростей. Если оно задержанное во времени, оно бывает между сном и бодрствованием. Я потом об этом специально ролик сделаю. В этом состоянии, это нирвана, это медитация, это состояние, ну, как-то там по-разному называется, и дельта состояние, и прочее. В общем, в этом состоянии ты способен больше объем информации сразу держать в своей голове. И все эти конспекты, которые ты потом должен делать, потому что ты из этого состояния, от сна, допустим, выходишь с хорошими мыслями, надо записать, потому что ты потом теряешь это состояние, вот конспект себе напишешь, все упорядочишь, и потом помнишь, как бы, глядя на него, что говорить. Ну вот я уже не забыл сказать, что начинайте смотреть с роликов со словом «ликбез». Хотя там много еще и других роликов, очень интересных. В одном ролике обо всем методе и ключ сразу не скажешь. Поэтому даю частями. И вот когда вы смотрите какой-то ролик, кто-то мне там написал среди массы комплиментов, написал, а я вот все смотрю и ничего не понимаю. Ну да, понятно, потому что другие ролики пока не смотрели. Вы посмотрите, и все пазлы сложатся. Главное понимать, что люди смотрят то, что для них актуально, поэтому важно их внимание. Там, где внимание, там и сознание, я повторяюсь. А слово выверенное через фильтры миллионов людей, фильтры восприятия. Миллионов людей доступное и понятное слово. А для того, чтобы так сказать или так написать, нужно, думая об этом, как говорить или как писать, иметь в голове в этот момент вот эти фильтры миллионов восприятий. Чтобы ни одному человеку ты как бы говоришь, мы же не живем в головах друг у друга. А вот представляю себе миллионы восприятий, кто-то критически это понимает, кто-то с удовольствием это понимает. И вот когда ты вот об этом думаешь, как выразить мысль, оттачиваешь эту мысль через вот эти фильтры восприятия, которые у тебя в голове как редактор, тогда у тебя получаются какие-то слова, которые доступны многим. Это дается с опытом. Попыткой донесения своих мыслей до множества людей с самыми разными вкусами, характерами. Ну вот, например, был вопрос у психолога ко мне. Имя говорить не буду, потому что не согласовал. Мы живем в разное время, этого человека нет сейчас на месте, я не мог спросить разрешение, а без согласования никогда имена ничьи не пишу. Значит, психолог задавал вопрос, теоретический вопрос. Например, клиент должен быть немножко суицидальный, то машину разобьет, то еще что-то, запрос отца похоронил сегодня. Я обучалась, как работать со смертью, но нет интереса сидеть и копаться в чужой истории. Ну, психолог пишет мне вопрос. Как быть? Не хватает нагрузки там или что-то делать. Если с человеком работать методом волна, о котором я говорил, волна, когда человек выходит на такую зону, когда он просто покачивается. А мне тут же задали вопрос там в комменте, а можно это делать не сидя, стоя? Пожалуйста, делайте шалтай-болтай, там, или любое другое повторяемое движение. И при этом, и при этом надо опустить мысль на самотек. Надо не бороться со страхами, не бороться с негативными эмоциями, открыть крышку, как у чайника, чтобы пар вышел. Я повторяю это несколько раз. Я уже говорил об этом в роликах. Это разгрузка. Это разгрузка. Это разгрузка. И в этот момент, когда человек делает разгрузку, то есть делает простить, ищи для себя повторяемые движения, которые, они настолько простые, и поэтому ему комфортны. Поэтому я даю совет нам. Пусть подбирает себе такое действие, помогите ему такое действие подобрать, которое он делает так легко, так свободно, без всяких трудозатрат внутренних, без энергозатрат. Так легко, например, покачивается, волна называется, или там, я повторюсь еще раз, шалтай-болтай делается уже стоя, или он там сидит, трясет на голове, и в это время, или пальцами стучит, и думает о своем, и вот в это время, напоминаю, про теорему Гёделя, он как бы выходит из эмоциональной вот этой замкнутости в задаче, и начинает думать отстраненно, отрешенно, эмоциональное дистанцирование от своей же проблемы, да, эмоциональное дистанцирование. Вот это состояние называется еще и созерцание. Созерцание. Такое бывает иногда, когда вы слушаете музыку, смотрите, как поленья трещат в костре, или в камине, или как свеча горит. Ну вот это и сотрешенность, это как раз напоминает, что теорема Гёделя, это как раз таки в математике сказано другими словами, а это касается любой деятельности жизни. Так. Ну надо сказать во время разгрузки, что человеку, делая эту волну, надо соединить свои переживаниями, свои переживания с этими колебаниями, которые быстро выходят на автоматизм, такой бывает и у бегуна, который в ритм бега пошел, попал, в марафонский бег, бежит там на автомате, не тратит уже сил на сам бег, и у него голова при этом переходе из напряженного состояния в автоматизм отпускает. И он бежит, а сам думает о своем. Вот, 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 вот. Это я привожу разные примеры, чтобы было понятно, что такое выход на это состояние, когда объем внимания уже увеличивается, когда ты не зациклен в каком-то конкретном действии, эмоциональном. Да. И вот когда человек выходит на это разгрузочное состояние, на волне, например, или после ключевого дыхания, когда одну минуту делает, когда он там думает о чем думается, переживает о чем переживается, и при этом просто одну минуту прислушивается, вдох у него теплее или выдох. Да. И у него сразу снимается напряжение, он выходит на это состояние, и там есть последействие. Вот после этого сидишь, или мне спросили там, может, только сидеть после действия или стоять, и лежать можно. Кому как удобнее. Да. Вот. А если вы делаете эту волну и соединили переживания с этими повторяемыми действиями, в этот момент, может быть, захочется ему делать еще что-то другое, например, потрястись, или поплакать, или подремать, или зевать, надо это сделать. Вот это надо, вот эти все детали надо говорить, напоминать, потому что человек, если ему просто сказать, а вы делаете то, что в этот момент хочется, а он же не знает, что ему хочется в этот момент. Он не знает, в первую очередь, что вы имеете под этим в виду. Поэтому у меня есть афоризм, который я уже сказал, мы не живем в головах у друг у друга. Что вы имеете в виду? И вот я имею в виду, когда я пытаюсь рассказать, объяснить, донести простыми словами сложные такие проблемы, сложные теории, когда рассказываю про части ключа, я понимаю, что я должен подумать, как донести это простыми словами. потому что, еще раз повторюсь, мы не живем в головах друг у друга. Я почему повторяю? Потому что это очень важно всем помнить. И вот если хочется задремать в момент разгрузки, надо задремать. Хочется заснуть вообще, надо заснуть. А человек мне пишет, а если ему на работу в этот момент бежать надо? Ну не делайте тогда в волну в момент, когда это вам обстоятельства не позволяет. Потому что так можно и на экзамене заснуть. Конечно. Ребенка готовите на экзамен, чтобы он не заснул на экзамене, пусть он за 2-3 дня до экзамена это делает. И выспится как следует через волну. Заснет, если ему захочется спать, выспится, и потом на экзамен пойдет бодренький. Ну вот видите, сколько сложных тут моментов. Сколько сложных тут моментов. Ну ко мне вот начинают больше и больше писать и звонить с вопросами, потому что сейчас время такое сложное. То ли погоды меняются, то ли действительно что-то там рассыпают в небе, чтобы облака, как говорится, мягко выразиться, разогнать, чтобы у нас в голове было путаница. Я не знаю, что там происходит, я специально этим не занимаюсь, потому что мне постоянно присылают, как и всем вам, и всякие фейки присылают, и всякие факты присылают, и все это не проанализируешь. Я не биохимик, я не астроном. Я врач, психолог, философ, писатель, и поэтому только в этих делах разбираюсь. А в этих видео не разбираюсь. Может и подсыпают, может и не подсыпают, но я знаю, что вообще-то вот это безобразие, резкие изменения погоды тоже влияют на всех. А как же? Поэтому, когда погода резко меняется, уши разминайте. Я говорю в прошлом ролике про печать, печать художника. И вот, видите, я юморист при этом. Юморист. Поэтому, чтобы донести человеку слово понятное, нужно многократно его про себя продумывать, как его выразить, представляя себе миллионы различных людей, что один из них может быть скептик, один занят совсем другим делом, ему непонятно, и вот этот фильтр, этот редактор, который у вас в голове в этот момент, при этом помните, еще раз повторяю, что мы не живем в головах друг у друга, и при этом помните, пожалуйста, что у нас на канале Ютуба и в наших группах, на группах Homo Futurus и Человек Будущего очень много обмена, опыта. Заходите туда. Заходите туда, общайтесь там, выходите на эти ликбезы, скоро будет у нас вебинар, будет очень полезно. Научиться вот этому состоянию, разгрузке, выходить на состояние восстановления, на состояние вдохновения, гармонии, гармонии с собой и с миром. Да, мы, Школа Человек Будущего, это окно в будущее. И мы работаем для того, чтобы мы все люди, мы все люди помнили о том, что мы человеки, и помнили, что любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, чувство созидательности, потребность в творчестве, и потребность быть вместе. Потому что есть такие вопросы, которые можно решить только единением. До встречи, друзья!